Закон об областном бюджете региона на 2014-й и плановый период до 2016 года в депутатской повестке дня стоял четвертым. Ровно месяц назад финансовый документ приняли в первом чтении. Тогда оппозиционные депутаты сочли его, цитата, чересчур оптимистичным. Недочеты за четыре недели работы учли, внесли поправки. И сегодня бюджет приняли уже во втором окончательном чтении. Как и в прошлые годы, он социально ориентирован. На соцрасходы уйдет почти 79% всего финансового пирога. Действительно, есть еще проблемное поле, на котором предстоит работа. И в декабре, и в январе мы все понимаем, что бюджет – это живой организм, и его важно смотреть в развитии. Но на сегодняшний момент мы четко понимаем, что в рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы действительно принимаем максимально социально ориентированный бюджет Ульяновской области. Перед ними бюджетный проект прошел проверку в профильных комитетах. Отраслевые эксперты несколько месяцев вносили свои заключения. В итоге деньги поделят на многие сферы – ЖКХ, транспорт, дорожное строительство и, конечно, повышение заработной платы, прежде всего, бюджетникам. Только на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, их педагогам, и врачам, и специалистам учреждений культуры дополнительно по сравнению с 2013 годом мы выделим более 2,6 миллиарда рублей. В целом фонд заработной платы на 2014 год по сравнению с 2013 годом вырастет на 37,7%. Бюджетные деньги будут работать на социальную справедливость, на семьи и граждан, которые в этом реально нуждаются. Это еще одна черта принятого бюджета – его адресность. Сохраняются все основные соцгарантии перед населением и вводят новые меры соцподдержки, проиндексируют выплаты ветеранам труда и будет продолжена поддержка многодетных. Однако все пункты среди депутатов единодушного согласия не вызвали. Очень вызывает нашу большую озабоченность дефицит по заработной плате. Те 5%, которые закладываются с октября 2014 года, мы считаем крайне неудовлетворительны. На дорогах идет большегрузный транспорт и прочие. Бьют эти дороги. Мы вкладываем деньги и через год, по сути дела, я уж не говорю о воровстве, некачественном строительстве, ремонте дорог. Но помимо всего прочего, нефтяники, те, кто производит цемент, лесом распоряжается нашим, они ведь не вкладывают сюда ничего. Разбивают дороги. Надо действительно наводить здесь жесткий порядок. Стояние ульяновских дорог стало головной болью не одних лишь оппозиционных депутатов. Впервые сформируют не просто областной дорожный фонд, но и муниципальные. Деньги пойдут на ремонт трасс, на латание внутриквартальных поселковых дорог, а также на приведение в порядок школьных маршрутов. Объезжали те дороги, которые были сделаны по линии дорожного хозяйства в этом году. Мы рассмотрели программу комплексного развития дорожной отрасли до 2018 года. Мы дали свои рекомендации профильному министерству и указали на те недоработки, которые были в этом году. Поэтому очень сложная, напряженная работа. Кровиджет наконец становится программным. Сформировано 17 госпрограмм. Это 8,5 миллиардов рублей. Финансовый документ формировали публично. В течение месяца его мог прочесть любой желающий. Полный текст закона опубликован на сайте ЗАГС Собрания. Куда потратить деньги, можно узнать, изучив теперь уже принятый законопроект. Это реформа дошкольного образования. Это продолжающееся развитие инфраструктуры, здравоохранения, спортивной, культуры и так далее. Вот эти приоритеты находят поддержку и у избирателей, и эти приоритеты находят поддержку у депутатов. Доходная часть областного бюджета почти 29 миллиардов рублей. Дефицит в 3,5 миллиарда и, соответственно, расходы в 32,5 миллиарда рублей. По словам разработчиков, у доходной части бюджета есть резервы для роста. Это поступление из столицы. После принии состоялось голосование. За принятие бюджета во втором чтении высказались 31 депутат. Против пятеро. Татьяна Герман, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.